Итак, начнём. В 1920-е годы издана в СССР одна книга Фета объёмом 48 страниц. В 1922 году. Затем перерыв большой. И в 1936 и в 1937 году, соответственно, выходит в малой и большой серии библиотеки поэта. Я полагаю, что это было связано с постановлениями середины 30-х годов, с пересмотром советской идеологии 1920-х годов. Затем в 40-е годы, опять же, одно издание 1947 года, но приличное тоже в библиотеке поэтов малой. А с середины 50-х уже ежегодные издания идут. И начинается культ Фета с 1970-х годов. Примерно, когда ежегодно по нескольку книг в самых разных изданиях. Что можно только сказать ещё про советский период. Фета издавали часто, но издавали в основном одно и то же. И самым большим советским изданием, наиболее полным, кажется, был двухтомничек 1982 года. Два небольших тома. Так, что ещё можно сказать о Фете? Поскольку он был, ну не то что запрещённый, но малоиздаваемый и несозвучной эпохи. Почему такой культ начинается в 70-е годы? Потому что в 70-х годах появляется так называемая тихая поэзия. Тихая поэзия в связи с определённым ослаблением цензуры уже не обязательно, уже возможно стало выпустить сборник стихов. Поэту, где нет, употребляются слова «партия», «колхоз», «комсомол» и тому подобное. Поэтому появляется несоциореалистическая советская поэзия. И Фетт становится её знаменем. Диапазон этой поэзии широчайший. Как говорится, под знаменем Фета от деревенщиков Рубцова до самых, что ни на есть городских, скажем, Кушнера. Вот. Я напомню замечательное по-своему стихотворение Евгения Александровича Евтушенко. Называется оно «Тихая поэзия», поскольку Фета очень мало в русской поэзии, по сравнению с другими русскими поэтами. Если, скажем, о Пушкине, я думаю, можно несколько томов сделать, Пушкин в стихах русских поэтов, примерно столько же Лермонтов, Маяковский, Блок, Есенин, Цветаева, то Фетт, я не уверен, что если так, профессиональных поэтов, я не думаю, что там больше страниц 50 наберётся. Вот. Я читаю стихотворение «Тихая поэзия» Евтушенко. В поэзии сегодня как-то рыхло, Бубенчиков полно, Набата нет. Трибунная поэзия притихла, А тихая крикливо. С нами Фетт, Без спросу превращая Фета в фетиш, Бубенчики бренчат спрогнивших дух, Эстрада, ты за всё ещё ответишь, Ты горлопанством унижаешь дух. Дух, значит, шёпот, Робкое дыхание и всё. А где набат, народный глаз, За смирными чистюлями стихами Не трусость ли скрывается подчас? Идёт игра в свободу от эпохи, Но, прячась от сегодня во вчера, Помещичьи велические вздохи Скрывают суть холопского нутра. Мне дорог Фетт, хоть есть поэт и лучший. Но как на расплодившихся котят С тоскою натыкаюсь я На кучи мурлыкающих сереньких Фетят? Всё это лживо звавшееся Феттство, Мурлыканье с расчётом на века, От крыс и от сражений с ними бегство, Вот уголок, в тот уголок, где блюдца молока. Не рождена эстрадную фронтихой поэзия, Но нет в борьбе стыда. Поэзия, будь громкой или тихой, Не будь тихоней и лживой никогда. Я всё-таки считаю, что это стихотворение направлено Не столько против, скажем, эпигонов Фета, Или подражателей, А в том числе и против самого, конечно, Фета. Особенность в чём? У Фета тогда появляется действительно Очень много подражателей. Но подражателей Скорее в двух смыслах. В смысле идейном, То есть, подказ от пропаганды, скажем, Господствующей идеологии, Уход в темы природы и любовь. И в каком-то смысле слова словарь. Но! Реальных продолжателей Фета очень мало. Несмотря на, казалось бы, определённую узость Фета, Определённую бедность его словаря даже, Тем не менее, вот эта сложность, Как говорится, подражателей есть, Продолжателей Фета. Серьёзных я... Есть. Я могу назвать стихи, в которых я вижу... Хорошие стихи, в которых я вижу влияние Фета. Так, вот. У других писателей, были ведь и другие авторы, И не только же Евтушенко. Вот, например, стихотворение Зои Эзрохи, Того же периода, где-то 70-х годов, Может быть, 80-х даже. Но кто теперь читает Фета? Он слишком сладкий, как конфета. Дальше. Евгений Леонидович Кропивницкий, 1943 года, стихотворение. Это уже полный андеграунд. Когда Фет был... Ну, вспомнили немножко, да. Мил мне Игорь Северянин, И люблю я Сологуба. Больше всех душе желанен Фет. Люблю его сугубо. Так прозрачно ли Рафета, Так звеняща ли Рафета, Тоньше трепетного Фета. Нет и не было поэта. Это, значит, 43-й год. То есть еще немного цитат я приведу из Геннадия Алексеева. Вот, наконец-то, его вышел. Сейчас три тома, сейчас четвертый том выходит. Крупнейший поэт-верлибрист в 60-х, 80-х годах. Интересно, что пока что его стихов я о Фете не нашел. А в дневниках хоть у него интересные замечания по Фету. Например, такие. Единственным подлинным самобытнейшим поэтом России в 19 веке был Фет. Он открыл эпоху символизма и прорвался в будущее. Верлен выглядит его способным учеником. Бедные французы. Они ничего не знают о Фете. И еще. У Фета сохранились шансы на мировое признание. Так, и опять. Ну, тут, в общем-то, достаточно банальная фраза, но я прочту. Таинственный Фет то ли еврей, то ли полуеврей, полунемец. Однако русский поэт. Мистик, романтик, ненавидящий все земное и материальное. Однако убежденный атеист. Величайший, заширеннейший лирик. Однако делец, расчетливый хозяин и эконом. Несколько раз Россия забывала его почти полностью, но снова вспоминала. Ну вот. Небольшой цитатник. А мне кажется, еще вот эта ирония по поводу Фета, она идет от того, что ведь ему не везло среди читателей. Да, конечно. Он не раскупался. Чувствую Писарева читали, может быть. Он не раскупался. Ведь его вернули. Он был символистом уже. В начале 20 века два трехтомника, по-моему, выходило. А Судыков, Щедрина, Мотыльковая поэзия. Да, да. А эти его четыре томика, это Вечерних огней. Это где вообще, по-моему, там... Ну вот только Крепостника Фета же не простили, когда он выпустил свои эти записки. Ух ты. Прям Тургенев-то что, какие ужасы. Это я, опять же, как иллюстрацию тоже иногда при библиотеке время провожу. Когда у нас был проект Гулы, я делала там такой самодельный ролик, где там Кушкин, Ермонтов и все прочие условно говорили. Любите поэтов, знайте поэтов. То есть мысль простая. Если поэтов не прочитают, не полюбят при жизни, они могут не попасть в литературу для будущего. Вот пример с Фетом практически для меня поэта. То есть не совпадение его с временем, когда он жил, с модой в литературном, прежде всего, сообществе, и неприятие привело к тому, что вот такие вот хвасты остались. Клише, штамп восприятия Фета как такого вот какого-то особого поэта, типа он был в 19 веке, пусть там остается, вот мне кажется, он до сих пор действующий. Возможно, я ошибаюсь. Хотя, опять же, если сравнить тексты, многие тексты с современными, разницу там действительно найти трудно. Марина Ивашина, это библиотека, она сейчас с Блинки работает. Она как-то вот в Фейсбуке пишет, надо же, какой Пушкин современный. Я прочитала, как он узнал, что я сейчас чувствую. Я ей пишу в ответ, это типа вы чувствуете, потому что Пушкин написал. И одна из любимых тем к Альпиде по поводу надо, поэт придумывает, сочиняет новые чувства, которые потом становятся чувствами массовыми. Вот с этой точки зрения, то, что Фет когда это придумал, это, наверное, настолько уже стало общим местом у каждого из нас, что уже отделить это трудно, поэтому кажется, и так все понятно. А тем не менее, у него вещи такая интересная есть. Помните его ответы на вопросы Татьяны Толстой, дочки Ивана Николаевича, когда там мода была, анкеты писать, альбом признаний? Один ответ мне очень кажется интересным. Смотрите. «Верите ли вы в любовь с первой встречи?» Он отвечает. «Верю Шекспиру». В скобочках. «Ромео и Юлия». То есть практически у него вот это развлечение, верить в слову и верить в какие-то чувства, очень в этом ответе жестко проведено. «Ромео и Юлия» «Ромео, я Нувили» «Ромео и Юлия» «Нeducу» Продолжение следует...